Всем привет, я Фатима. Всем привет, я Назиль. Мы студентки Рикса и сегодня мы вам расскажем о том, как получили 7,5 по IELTS. Я готовилась к IELTS 3 месяца, ходила к мистеру Ахмаду. Я тоже готовилась у мистера Ахмада, но до того, как попасть в группу мистера Ахмада, я проучилась 3 уровня General English у мисс Гульхумор, тоже здесь в Риксе. Было на самом деле очень много трудностей, потому что я параллельно сдавала еще другой экзамен, и из-за этого у меня было очень мало времени для селф-стайдинга, но несмотря на это, когда я приходила в Рикс, мой учитель мистер Ахмад создавал такую атмосферу, так поддерживал психологически, уверял меня, что все нормально, что все хорошо, показывал, где именно я делаю ошибки, какие у меня недостатки, и все уже уходило. Само собой. У меня не было трудностей. Сначала, когда я пришла на IELTS, мне посоветовали записаться на General курсы, чтобы я подняла свой словарный запас и научилась писать райтинги, и подняла свой уровень лысенинга, ридинга. И за счет этого, когда я пришла на IELTS, мне уже было намного легче, и мне было тяжело только писать сочинения, и вот это было единственной сложностью. Как только я пришла в Рикс, на самом деле, я почувствовала такую дружескую атмосферу, потому что я не знаю, кто со мной был тогда в администрации, но она так дружелюбно со мной общалась, и посоветовала учителя мистера Ахмада. А когда я зашла к нему впервые на урок, на пробный урок, он был таким простым человеком, и я нигде абсолютно, кроме как в Риксе, не вела себя настолько искренне. И во время спитинга тоже я говорила максимально искренне, то есть ничего заученного не было, и это помогало действительно мне в речи. Я соглашусь с Фасимой. Мне тоже очень понравилась атмосфера Рикса, и из того, что я уже давно ходила в Рикс, до начала Айлдса. У меня здесь уже были знакомые, и я была знакомой с администрацией, и поэтому мне очень нравилось сюда ходить, и самозапоминающаяся тоже для меня была атмосфера. И наши уроки. Мистер Ахмат иногда добавлял всякие интерактивные игры, и как-то разбавлял атмосферу, и она не была такой серьезной. Ну, она была учебной, но не было такого напряжения. Да, и вы знаете, каждый урок так профессионально относился к своей работе, что вот просто мы ни секунды не тратили зря. Мы полтора часа занимались исключительно, например, лизингом или лизингом, а потом полчаса мы проводили спитинг, то есть вне урока оставались все. Больше всего мне это нравилось. Еще он чувствовал, что какой-то ученик заикается, какой-то ученик не уверен в своих знаниях. Он специально к нему именно подходил и говорил, что все нормально, все хорошо, ты хорошо говоришь. Просто вот здесь нужно тебе немного подправить вот эту часть. И это действительно очень сильно помогало не только во время сдачи IELTS, для меня, да, а вот еще во время сдачи IELTS тоже очень помогало это. Я приходила сюда со своей подругой, с которой я вместе учусь. И во время учебы мы разговаривали только на английском. Мы вместе шли на уроки тоже по дороге разговаривали, разговаривали на английском. И кроме этого я еще смотрела тук-шоу всякие. Я смотрела все, что мне нравится на ютубе, но все было на английском. И как посоветовал мистер Ахмат, если помнишь. Он говорил, все, что вы делаете, все, что вам нравится, делайте на английском. И это действительно помогало. Так, ну в самом начале нам мистер Ахмат сказал, что вообще он нас научил, что когда готовишься к тестам, нужно не решать подряд вот тестовые сборники, а тренироваться с каждым заданием по отдельности. И вот с ридингом у меня был хороший ридинг, потому что я анализировала каждое задание и вот прорабатывала каждое задание по отдельности, как научил мистер Ахмат. Вот, записывала свои результаты и работала над ошибками. И вот подряд вот не решала кучу тестов. И вот главное было качество, а не количество твоих превышенных тестов до экзамена. И из-за этого, я думаю, у меня вышел высокий балл. На самом деле IELTS очень сильно мне запомнился, что speaking day, что main test day, потому что на оба экзамена я опоздала. На main тесте при входе я заволновалась и заплакала. То есть на фотографии видно, что у меня сонные такие красные глаза, видно, что я плакала до этого. Но когда я заходила, я вспомнила слова мистера Ахмада, что IELTS это не конец жизни, что его можно пересдать, что ничего страшного в этом нет. Это просто экзамен, который просто доходишь, сдаешь. Вот на самом деле то, что я опоздала, запомнилось. И на спикинге я была последним кандидатом, последним кандидатом. И этот человек, который брал у меня экзамен, он сказал, что это последний кандидат. И он так слушал меня. Мне казалось, что он послушал меня только из-за того, что это его работа. Ему максимально было неинтересно меня слушать. И это так давило очень сильно на самом деле. Но все прошло уже нормально. Для меня самым запоминающимся был мой спикинг. Потому что, когда я пришла на экзамен, я хорошо подготовилась. И я думала, что, наверное, я подняла свой спикинг до 7. Но во время спикинга я почему-то забыла все. Но у меня не было страха. Потому что мистер Ахмат тоже научил нас. Он создал такую атмосферу без давления. И у меня не было давления. А что подумают другие, если у меня будет низкий IELTS? Он сказал, что важно просто для себя сдать. И если что, можно тоже будет пересдать. Из-за этого у меня не было волнения. Но на спикинге я забыла все. Я думала, что провалю. Но в итоге у меня вышел нормальный бал. И вот я бы хотела сказать, что те, кто нас смотрит, не верили слухам, что где-то, например, в битишканцеле тяжелее, а в IDP легче. Потому что я вот по своему опыту поняла, что в битишканцеле совсем не занижает. Вот, например. И вот, кстати, мистер Ахмат нас научил не слушать всякие слухи о битишканцеле и о IDP, что где-то легче. И надеяться только на себя. И вообще нигде вас не будут топить. Ну вот. Да, еще, кстати, он всегда говорил be natural. То есть всегда вести себя естественно. Когда я вышла с экзамена, второй экзаменатор, другой, я не знаю, как его зовут, он спускался со мной в лифте. И я сказала, что вы можете посоветовать, если я вдруг буду пересдавать, что вы можете посоветовать как кандидату. И он сказал, будьте самим собой, разговаривайте с экзаменаторами так, как будто это ваши давние друзья. И больше всего всем экзаменаторам это нравится. И я вспомнила, что мистер Ахмат на самом деле об этом очень много говорил. Две недели я постаралась не думать об этом вообще. Ко мне очень многие подходили и спрашивали, как все прошло, как ты сдала, на какой бал надеешься. Но я ничего не могла сказать, потому что я боялась, что скажу слишком много или слишком мало. Типа если я скажу, вот у меня 8,5, наверное, выйдет, а потом уходит 6. Я боялась больше всего этого. И две недели постаралась вообще об этом не думать. А когда вышли экзамены, я в это время ела, а потом пришло смс, я немного подавилась, а потом смотрю, у меня 7,5. И такая, ну я не слишком удивилась на самом деле, потому что это такой средний балл был. Все мои одноклассники на тот момент уже сдавшие, у них у всех было 7,5. И я такая, ну значит, я тоже такой средний статистический результат. И была удовлетворена. Я после сдачи совсем уже перестала думать про IELTS. Я была очень уставшая, ну вот, из-за самого IELTS. И я не хотела вообще думать и попросила никого не спрашивать про IELTS. И в сам день я даже не ждала этого. И вот у меня спросили знакомые, типа вот написали, типа у тебя еще не вышли ответы, я говорю, нет, должны выйти. И вдруг в тот самый момент мне приходит сообщение от British Council, что вот с моими ответами. И я была шокирована, что у меня 7,5, потому что я думала, что я немножко завалила уже свои экзамены. Вот, и я немножко начала плакать и улыбалась, просто начала смеяться. И дальше уже всем рассказала про свой балл. Если у вас нет хорошего фаундейшена, 3 месяца IELTS вам не сильно помогут. То есть вы должны сами хорошо тоже знать английский. До того, как начать ходить именно на IELTS курсы, работайте побольше над собой, читайте больше. Смотрите все, что вы любите, только на английском. Делайте все это на английском. И просто так приходить на уроки и почти не делать домашку вам не даст результат. На самом деле нужно очень много над собой работать. Стелл стадия – это, можно сказать, самое главное. Это вот прям база, которая нужна для того, чтобы сдать экзамен хорошо. Я соглашусь с советом про фаундейшен, потому что от вашей базы до экзамена реально много зависит. И вот второе… Сейчас, подождите. А, вот, как я вот научилась от мистера Ахмата тоже, опять же. Чтобы когда вы готовились к тестам, старайтесь работать над каждым заданием, прорабатывайте. И не нужно вот все 3 месяца или сколько вы занимаетесь, только вот тупо решать вот подряд тесты, тесты. Это вам не поможет. Нужно работать с каждым заданием, поднимать свой уровень каждого задания. И это очень помогает. И еще второй совет – это не думать о том, что подумают другие о вашем бале. Потому что, оказывается, от того, когда мы думаем о мнении других, что же подумают, когда я получу там 6,5 или там пониже балл. Мы думаем о мнении других, и у нас появляются страхи, и мы идем с этими страхами на экзамен. А когда я поняла это, ну, я перестала бояться, и у меня вообще получилось пойти на экзамен без страха.